здравствуйте с вами михаил лимах и wall street онлайн по пятницам ну или же в записи обзор основных вещественных рынков торговые сценарии ожидаемые цены таргеты и обзор важных событий и экономического календаря и в целом политических и военных и из всех направлений которые помогут разобраться в том куда пытается двигаться рынок и небольшой был перерыв в принципе там не было особо каких-то супер маркет мувинг индикации катализаторов кроме процентных ставок и саммита и с непосредственно по процентным ставкам все осталось на том же уровне все без изменений кто-то и ниш если не ошибаюсь британия вроде как дала намек на то что пора уже повышать но тут же сразу же исправила себя и сказала что не так ее поняли при ее в объявлении и пока еще не повысили процентные ставки следующие процентные ставки центробанков будут декабре как раз под конец декабрьского контракта начала мартовского контракта 22 года так что тут нужно вспомнить что совсем скоро черная пятница это 26 ноября с не ошибаюсь и к этому к этой прекрасной дате и в целом к декабрю фондовый рынок растет достаточно много лет я уже наблюдаю этот тренд то есть перед вот этим массам огромные инъекции потребительской в экономику страны люди тратят на подарки на услуги на разные мероприятия корпоративы так далее иногда даже больше чем нужно и соответственно это хорошо делает продажи всем компаниям отойти и до почтовых служб соответственно кто бы что не говорил военные конфликты испуг инфляции нет фондовый рынок перед новым годом растет конкретно повод этой причине фундаментально объяснимой и уже сколько я за рынком смотрю столько перед новым годом индексы растут поэтому не пропустите в раздачу плюшек целом они уже идут еще с октября кто запрыгнул их и держит позицию еще можно держать до конца ноября а там уже смотрите но уже есть некоторые намеки на то что самые хитрые самые приближенные к inside информацию потихоньку сбрасывают стаки фондовый и сейчас вам продемонстрирую во-первых как выглядит смп 500 за неделю это недельная карта грубо говоря тепловая карта фондового рынка именно стандартный порт с 500 значит первую очередь бросаются сразу же в глаза это paypal рухнул так ним неплохо целом виза тоже себя не очень чувствуют и western union это я думаю связано с расцветом и популяризация их криптов валют и в отчасти вот вы положим какой-то троплан месяц в стране но они тоже еще нужны и работают так также сразу бросается в глаза это тесла обратите внимание 15 процентов улетели то есть тысяча долларов за акцию и соответственно кто-то в новостях прочитает какие-то там нашли сбои в каких-то разработках технологиях на самом деле все достаточно просто и банально точно так же как facebook обратите внимание сколько у него идет снижение уже второй квартал идет снижение цены естественно такие акции достаточно высокая цена но причина на самом деле не в каких-то новостях посмотрите вот на том же фильм визе есть раздел где можно посмотреть ну отчитываются все целого директора компаний за свои какие-то транзакции по стакам которые не держат продажа покупка соответственно также такие же ребята как илон маск по тесле отчитывается обратите внимание сколько у него идет начиная с ноября 8 илон маск илон маск огромнейшие пакеты просто сбрасываются то есть где-то с 10 до уже так хорошенько плотно потом был также еще раньше так здесь как вы видите попадают под прицел bring сергей тоже сбрасывает google плотненько так регулярно в ноябре начал это событие а вот цукенберг я специально даже открыл вкладку он фейсбук сбрасывает наверное еще с июня сейчас вот это вот его транзакции по фейсбуку значит давайте по месяцам посмотрим ноябрь октябрь сентябрь свалить август июль июнь май апрель ну там не такие крупные но ведь и март то есть перед тем это вот например для тех кто к примеру сомневается что есть какие-то там расчеты крупных участников рынка курку объемных участников рынка с мая цукенберг скидывают facebook перед тем как осенью объявить о своих идеям это развитие у фейсбука выйти на новый уровень и назвал эту компанию мы это как пойдет непонятно но на всякий случай они на хаяк скинули facebook сбрасывают с мая месяца только в октябре этом или в ноябре вернет недавно же пару дней назад недельку ноябре только озвучил об этих важных изменениях вот такие вот то же самое вот здесь тесла на если посмотреть за месяц там хороший прирост был в процентном скачки и почему бы здесь не сбросили теслу сразу же товарищ милон маск сбрасывает блин сергей тоже самое там как бы в само собой стоимость акции просто космическая и значит кто еще сбрасывает тут как видите по транзакциям в основном идут сбросы парочку совсем ребят которая покупает что они там покупают биотехнологии правильно делают потому что травить вирусом будут еще не один год я думаю что они видят теперь постоянно будут делать поэтому биотехнологии разные разработки в лаборатории можно покупать я думаю они либо стабильно будет держаться либо самое главное чтобы их поддерживали именно те страны которые занимаются вот этой травлей так значит зум сбрасывают амд немножко потом так кто у нас файзер даже кто-то сбросил coinbase кстати очень часто попадается ну потихонечку как видите идут пакеты сбросов но уже начали с гугла фейсбук но фейсбук уже давно тесту тоже сброс сброса начались немножко нужны бонусы с прибыли за год и соответственно перед новым годом это просто лучше времени найти так потом когда начнутся уже в подарки елки соответственно не не до акции будут поэтому такие аккуратненькие сбросы ведь они постепенно не не сразу все в один день они аккуратно порциями порциями выбрасывают как бы и тем самым как бы не сильно там пугают как бы участников рынка и соответственно не не создают сильно огромный обвал по цене а так ведь у нуле держатся за эту неделю там по супер каким-то движением на покупку джонс ну соответственно фармацепты таблетки и лаборатории биотехнологии они сейчас прям вот на на всех на устах грубо говоря ну вот такие в общем новости из фондового рынка за по планете там вроде тоже все тяжело благодать да 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 тут каких-то сильных про проливов не набляется единственное почему это не могу разобраться почему сап немецкий просто летит каким причинам там что-то не поделили может я какую-то новость пропустил если знаете сообщите пожалуйста поделитесь инфой по каким причинам немецкий сап летит не столько очень сильно ну в общем теперь вы знаете почему facebook падает два квартала и почему резко рвану тесла это дело рук тех же самых владельцев этих компаний так что по традиции еще пробежимся по экономике календарю значит на следующей неделе у нас идет в понедельник ввп 3 за третий квартал япония кто торгует йеной либо же держит акции компании тойота без убийщей когда им и объем промышленного производства китае это все будет в понедельник вторник у нас будет больше информации о британии сша а именно изменение числа заявок на пособие это британия 10000 в аккурат с открытием московской биржи и там будет базовый индекс продаж и по сша в этом вроде как бы все так в среду у нас получается запас стройнефти центральное вот событие это 18.30 в четверг сша отчитывается по первичным заявкам на получение пособия по безработице в общем в пятницу будут председатель лагард выступать с речью так целом больше каких-то важных событий на следующей неделе не ожидается если какое-то событие упустил либо его не озвучил поправьте меня добавьте в комментариях это событие буду очень благодарен я думаю другие зрители тоже тот смотрит волосы талайн карма как минимум вам плюсик плюсик в карму так на следующей неделе сургут нефтегаз отчитывается катхантер и walmart вот так вот это как раз время этой компании walmart и если не ошибаюсь сейчас вспомню так nvidia вот я совсем не упустил эту компанию видео мтс и циско отчитываются в среду ну вот nvidia точно нужно мониторить циско потом хорошая капитализация нового марте уже назвал home depot и ну сургут нефтегаз у в понедельник четверг больше каких-то таких прям супер гигантов нету нету все вот поняли вторых среда по отчетам компании которые ожидаются на следующей неделе ну а процент наставки уже в декабре начнем с нефти и соответственно напомню еще раз что близится всепланетный праздник рождества нового года и это наверно кроме африканских стран только не отмечают везде где есть такой праздник идет очень похожа тенденция это закупка разной продукции которую производит зачастую в мэд мэд и нечаянно и в дарить друг другу вот эти вот себе сделушки разные застолья встречи корпоративы ну в общем начинается бурная жизнь но с этим подыме не не понятно как это будет насколько активно но марты вот разные интернет магазины уже подготовились и в принципе для них особо ну если будут потери по посещению их супермаркетов магазинов бутиков я думаю что вы через интернет будут все оформлять и соответственно доставка уже налажено и это не создавшего проблем то есть потерь какие-то по прибыли вылечки я думаю не особо будет а вот по разным услугам там вот на когда много людей собирается там могут быть какие-то трудности но в любом случае инъекция потребительская в экономику будет почти в каждой стране и я думаю что даже на европейских индексах это хорошо отразится поэтому пока идут веселья пока люди соблюдают традиции вот этот тренд можно взять даже если каким-то небольшим лотажом забросьте и будет какой-то бонус как раз на подарки на развлечения к новому году такое приятное завершение значит то уже позиции поздравляю так держать нефть итак мы у 85 отметки за бочку соответственно уже три раза пытались этот уровень потестить пробить атаковать не получается пока вот застрелил между 80 и 84 и это уже длится с октября то есть готовы 80 еще куда не ну платить а уже выше 85 судя по всему дороговато будет может быть движение еще выше наверное если будет какой-то резкое сильным похолоданием там морозы в европе в азии где-нибудь где нужно нефть и газ соответственно стоимость нам баррель на газ вырастет очень быстро если будет теплая зима соответственно это вполне может быть еще пиковая точка и надо обратить внимание что последний этот контракт сейчас уже забыл к нам декабрьский должен стоять до декабрьский идет три недели даже четыре достаточно оборотистые торги и больше чем конечно предыдущие насколько это в сентябре то есть вот сейчас как раз уж самый самый отличный месяц для получения контрактов на поставку нефти ресурсов и на этих ценах удержать я думаю там до первых морозов будет как ну с руки поэтому будут стоять на следующей неделе запасы нефти по сша в среду ну соответственно сейчас контракт декабрьский уходит уже в историю мы видим с вами уже сдает позиции и переходит объем на следующий поставка вен в январе по дельте здесь получается у нас были какие-то покупки рубки но три дня фиксации в основном идут и это лучше посмотреть пока вот не пробили 80 уровень они уже его сформировали тестировали даже уже повторно тут были и это уже наверное четвертый подход будет вот как они с этим уровнем будут работать на следующей неделе думаю будет уже ответ ядро контракта 81 с половиной 83 это диапазон самой для крупной самые объемные торги сопротивлением 84 по 84 90 за счет вот этих уровней и повторных два теста значит смотрим сейчас следующий контракт и у нас январьский контракт уже идет ликвидность даже было по стока то есть не пиковая но уже не не уже имеется я бы так назвал под к этому интересу вот сейчас вы заметите как потихонечку набирают уже и даже в конце не в конце в начале октября уже были какие-то вливания соответственно коридор у нас тут ядро немножко и цена тоже текущая цена будет отличаться от прошлого контракта давайте сейчас зафиксируем ее 79 53 декабрьский 80 69 ну понятно на доллар дешевле вот соответственно давай посмотрим по дельте какие у нас идут процессы из пяти торговых сессий у нас одна была на покупку это была падающая торговой сессии там было аж три тысяч контрактов вроде как на бай потом идет у нас подход к этому уровню поддержки который еще с прошлого контракта 80 70 с половиной и здесь мы второй раз уже останавливаем цену и точно похожий процесс идет идентично тоже покупки падающие сессия вот тоже витя дельта на май и потом идет не 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 направленная тут волатильный флэт здесь просто два дня в узком коридоре тоже с дельта на шор идентично то есть здесь было 2 500 здесь 3 700 а потом тишина вот то есть в результат вот такой вот модели которая повторилась неоднократно вот мы уже как бы перед нами идентичная схема может быть вполне еще поход там прощальный протестить за 84 потом мути вниз то есть ну фундаментально есть основания еще дальше расти баррель нефти или же все таки и они сейчас наберут контрактов и отпустят цену свободного уже полета будет понятно наверно к среде но каких-то уж гипер крупных покупок прям таких очевидных и красивых пока еще не обнаружено то есть по дельте у нас получается на новом контракте январьским из 5 сессии 4 за агрессором на продажу больше как вы видите в биг трейдов на продажу и коридор самый плотной проторговки тоже весь мусин агрессорами на продажу то есть диапазон именно в активности байеров это 79 15 новом контракте с здесь 65 а вот и соответственно вот эти вот точки крупных вики трейдов шорты а байра питья здесь пока мы не увидели в любом случае вот эту вот этот сценарий еще на той неделе могут вот так вот коварно сбросить если у вас получается вот примерно такого формата может быть понедельник-вторник то есть открываются и вот с таким волатильным движением уверенным идут на пробитие ядра 81 с половиной 73 вот было бы я думаю неплохо если вы вот заялой нефтитрейдер пощупать вот этот вот резкий уверенный рост где-нибудь на шапочке зайти там на на хаях потолка на возможную продажу то есть реверсивную точно такую же модельку поймать вот и по ликвидности смотрите очень внимательно чтобы там был приток объема разворотные все сессии ведь и 100 контрактов минимум 57 но должно быть не меньше 90 80 то есть все тем это так простительно там они все равно в одном коридоре остались вот такие вот схемки значит и дабы лыпи у нас на новом контракте 80 с половиной это вот этот уровень это 77 с половиной это за прошлый контракт декабрьским сейчас я верну его цена и дабы лыпи индикатор непосредственно здесь идет с 30 0 8 если брать декабрьский контракт ссори наш контракт не нажал вот это с у нас получается перед осенью конец августа 30 число вот осень и текущий по текущий день оптимальный цена 77 55 то есть целом могут и ниже 80 пощупать уровню то есть они уже здесь были это в принципе будет нормально еще пока терпимо есть вот такой у них коридор занят порядком 600 тиков одна неделя тут был у нас диапазон амплитуды 500 тиков но это у них как бы сейчас такой тренд тут тоже 500 ликвидности есть больше ликвидности в среду в четверг наблюдаются и соответственно по дельте декабрьский контракт закрывается как и как и должен закрыться ценник пока на минимуме на 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 старом контракте новом контракте мы сейчас посмотрим ну тоже как бы на минимуме неделю двойняшки кив или даже близняшки называют два дня в принципе могли быть уже таким хорошим маячком но всегда держите сценарий на возможный еще тестовый подход здесь как вы видите все на шортах вот восемьдесят с половиной и до восемьдесят один с половиной тут один всего лишь уровень где байру там как-то отличился это это было 29 10 либо это было хотя бы на этой неделе был бы очень хороший резонанс как и как поддержка а вот по байрам скудненько но имеется площадка где не проявляют активность 70 65 79 25 еще один уровень и там уже все там единичный случай все вот можно такие уровни выделить и оставить на сетку любом случае принимайте решение самостоятельно это сценарий на покупку если все-таки удержат 79 начнут набрасывать любые таргеты подход к ядру уже будут проблемными то есть там нужно будет внимательно следить в идеале конечно дождаться пробитие wp то есть на следующей неделе и тогда уже принимать решение искать . входа на байт желательно чтобы это было примерно вот в таком ключе этом при сценариях ну это как опорная . да то есть тестовая и соответственно если вы зайдете в районе 79 25 то первый уровень который нужно следить это беда блупи а потом уже идет ядро с прошлого контракта новом контракте вот она собственно то есть мы как раз не находимся давайте вам покажу объемы недели две недели в одном том же коридоре пакуют объем 80 35 и 79 50 дельта у нас получается вот здесь в ядре на покупочку да вот коридорчик и тут же сразу идет плотный диапазон шертов вот этот один уровень 2 и потом еще идет диапазон с 82 по 82 с половиной плотный коридор шертов поддержка то есть если уходит цена ниже 78 85 сценарий на покупку лучше отложить сторону это был 7 валюта евро это контракт идет на снижение двигаемся все ближе ближе к 1 на 3 уже буквально чуть-чуть осталось до 14 соответственно как вы видите покинули мы диапазон 116 115 но вопрос другом это прощупывают уровень и вернулся обратно либо же все таки пошли дальше расширить диапазон целом ударная сессия которая была в среду 232 тонны не слабая то есть таких в этом контракте не так много вот у нас соседнем поля чем через неделю было по 260 267 268 две ударные торговой сессии ключевые объемы соответственно идентичная динамика 232 основа на шорт то есть вот любой крупный объем который поступает это явно с продажами уже 3 получается одно расширение ну глобально относительно этого контракта здесь после снятия стопорей то есть прощались вот на этой неделе потом еще и сбросили стопики как раз вот они по вылетали продавцы то есть продажи если вы обратите внимание вот здесь замечены тут тоже два дня подряд простреливают с продавцы это там где были биг трейды крупный нашел тут есть тут есть вот здесь прилично байров не так много но вот появляться начали только вот на этой неделе и в конце прошлой на прошлой неделе было ровно ликвидность то есть в аккурат как бы по накатанной а в этой неделе у нас случилась среда хотя ликвидностью точно такая же как на прошлой неделе за исключением среды и так какой сценарий потенциально с этого уровня стоит ожидать во первых по открытому интересу у нас не было особо сильной просадки на прошлой неделе мы три шестерки закрыли неделю на этой ушли аж на 670 то есть это не не особо большой приток новых позиций но и не отток то есть целом идут на снижение соответственно байра есть и вот мы видим их в качестве дельты из пяти торговых сессий как и на прошлой неделе три на покупку запрограммирована как будто и все только в этой неделе у нас в конце во второй половине а там было как раз по селедке соответственно вот это все падение у нас было на агрессоре на покупку четверг и пятница фактически выполняют норму какой-то план действий у них соответственно при вот таком типе расторговки трех дней у нас уже есть в этом же контракте хороший пример какая в принципе у них намечена какой сценарий то есть если вы посмотрите если хотите сами найти найдите сами нажмите сейчас видео на паузу и попробуйте найти идентичную расторговку в этом контракте ну вот вы сняли с паузы видимо нашли то есть вот вот этот вариант уже был это у нас получается вот такая же самая ситуация происходит с таким же самым сценарием вот здесь то есть если мы представим что этот первый сценарий который я выделил а справа пока ничего нет относительно его то есть вот ну прям один в один то есть резко упали два дня стоят без особого направления в объем имеется имеется дельта на бай на бай то есть в особенно в эти два дня прямо один в один то есть у них такое уже было соответственно здесь у нас получается по дельте ну там покупки были поэтому с покупками могли быть точно сценарий и соответственно буквально один день они откорректировались и идут ниже 3 на 3 дня соответственно ожидать вот такой же реакции то здесь фактически третий день чуть выше должен быть здесь прямо на самом минимуме находится если мы посмотрим по срезу объема недели той и этой идентичное размещение ядро недели формируется на ну на нижних ценах на нижнем уровне точно так же здесь ядро недели сформировалась на самых минимуме и дельта текущая суммарная по неделе получается у нас но ядро запомнили до 1485 по 14.55 там тоже было снизу и вот весь этот диапазон с 15 по 1455 все на майрах особенно отметить 1455 там всего зашло 3 400 на бай вот уровень с которым может быть хотя бы там старт какой-то покупки если этот уровень пробивает ниже соответственно с покупками точно надо повременить и по сценариям я бы то что я бы брал бы то есть вот ожидал бы если торгового евро я просто уже давно его не торгуют а 153 то есть вот этот коррекционный момент как здесь на одну сессию понедельник допустим и дойдут до уровней которые ну здесь получается на 153 151 то есть вот коррекция до этих диапазонов краса не зеркальный уровень сделают можно будет по пощупать там точки входа на шорт второй вариант это уже три пятерки и дождаться убедиться что там прощаются как бы и тогда уже запрыгивать прощаются пути бы вот такого формата то есть сессия хорошо плотно набросает шортов как вот здесь не соответственно уже там принимать решение о покупках я бы не спешил потому что крайне резко рванули на 14 пускай проторгуются пускай на следующей неделе там я думаю к среде это все будет более-менее уже ясно особо катализаторов не большие на следующей неделе но вот если закрепятся вернуться обратно в три пятерки и 16 вот тогда уже есть стратегически можно пробовать залазить в бай чисто спекулятивно опять же 14 55 опорная точка уходит ниже все отменяйте покупки ждете следующего возможного сценария если начнут бик 3 еще набрасывать тогда да а вот с продажами тоже опять же после коррекционного момента пожелательно у трех пятерок крипто валюта биткойн на семье который торгуется фьючерс и так для сравнения посмотрим с 7 июня динамику беточка и соответственно в обороты уже в октябре были веселее чем летом нас получается летом там один из тонн вроде до самой топового 12 патологов еще на это же 12 11 11 за десятку в общем это уже нужно очень внимательно следить что происходит то есть потенциально было вполне похоже на реверсивную точку то есть три подряд по 12 13 тонн сессии то есть вот это сейчас для текущего контракта ключевой уровень он входит грубо говоря в ядро текущего контракта сейчас клейка мы смотрим сразу за сентябрьский декабрьский здесь последние две недели просели по оборотам то есть вроде бизнес сезон ик должна быть активность а вот активность была пиковая пока уже в конце октября сейчас под затишье отчасти сбрасывают фондовый рынок который принес за этот год прилично процентов вкладчикам инвесторам и соответственно многие тянутся за своими бонусами перед праздниками в том числе начале обзора я рассказывал про цукенберга и илона маска которая вместе с сергеем брином уже скидывают стаки раньше временем за пару недель цукенберга за полгода он начал сбрасывать футбук грин уже но осень сбрасывает илон маска после хорошего роста почему бы не скинуть в общем перед праздниками постепенно аккуратно буду сбрасывать но пока еще тенденция на рост будет сохраняться объемы просто нет особо таких вот плотных два три дня нужно вот для хорошего старта на покупку нужно три дня с хоть хотя бы вот в районе 6 5 7 тысяч обороты с дельтой на покупочку с хорошими бик трейдами и тогда на 4 подведение не уходит это и вот то что я уже наблюдал вот за текущий год если вы посмотрите открытый интерес идет вот как раз снижение ликвидности вроде бы должны атаковать 68 68 тонн по прайсу но пощупали и что-то не понравилось идет абсолютно слабый приток новых позиций объем идет просто в норме и вот такая волатильность вроде как попрощались то есть у есть такое ощущение есть даже шорты бик трейды три штучки и по дельте у нас получается из пяти торговых сессий мы сейчас включим текущий контракт чисто посмотрим чтобы было точно уровне поддержки вот здесь они отмечены прямоугольниками особенно в первую очередь мониторте вот возле 61 этот уровень который даже проследили видобалу пи получается вот за весь период с июня это район 47 то есть допустимое снижение до 47 это в рамках нормы будет это для долгосрочников ну там к марту примеру а вот оперативно мы сейчас атакуем и дабы лупи то есть чем дольше будет удерживаться ниже в дабы лупи цена тем больше мы уже будем на стороне продавца также ядро которая сформировалась между 63 20 61 по большей степени след агрессор на продажу сохранился и вот последняя надежда для тех кто зашел только в покупку либо еще стоит две недельки как только это вот этот уровень саппорта который сейчас они и не могут продавить это 6300 вот диапазончик последний как бы блокпост активности баев которые наблюдаются сейчас в этот диапазончик 63 по 63 900 непосредственно оплот вайров которые есть еще вот на этих хаях кто-то под по 63 тысячи долларов беточкой покупал так давайте посмотрим по ядру значит ядро недели у нас находится как раз 63 шестерки два нуля по 68 это вот диапазон то есть прошлой неделе ушли сразу с дисбалансом на бае и откорректировались но вот такие вот на 68 долларов за 69 долларов вернишься 9 тысяч долларов за биткойна такая реакция причем единственный вот день который просто простояли без особого направления это также вот мы видим с вами ядро неопределенно здесь идет через уровни в чередуются то есть это как бы не плотно проторгованный диапазон по поддержке опять же еще вот на этой неделе отмечен уровень 65 200 вот этот коридор по 66 30 нуля вот этот диапазончик давайте вообще с его по хаяма это 68 этот биг трейды крупная там и по дельте тоже крупные и плюс еще 66 500 это еще 100 недели здесь очень плотненько упакованный их уровень для более уверенного сигналь чко на удержание 64 надо приток объема хотя бы чтобы вот так вот проторговались по ликвидности три дня в идеале если они вот такую вот такой сценарий отработают только вот здесь то есть еще один два дня будут корректироваться хотя бы до 61 62 напугают своим падением начнут на продажу заходить что-то покупки сбрасывать соответственно они это все дело аккуратно подберут чем дешевле тем лучше и как они умеют за два днях уже быть на 69 70 ликвидности мало поэтому сейчас вот эта неопределенность она и выбивает некоторых из позиций вот но вот этот уровень они пока удерживают то есть они как раз на нем пляшет поэтому еще не все потеряно еще не все потеряно по беточку точно вот такие события у нас по дельте значит два дня которые были на рост они были с дельтой на бай два дня которые были на снижение так все и было и в четверг у нас получается небольшая покупочка и пятница почему-то ушла на шорт но потом сразу же возвращается к этой же к этому ядру четверга то есть если понедельник открывается над пятницами ядра и начинает атаковать ядро четверга то есть это у нас получается в этот диапазон 65 165 200 в есть шансы что мы снова вернемся вот на этот уровень он пока еще самый объемный вся объемная локация находится вот тут как раз диапазон 60 ну ядро ядро текущего контракта вот такие вот беточки и криптовалютки с блокчейном золото и так 1867 1870 прям вот 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 они скоро дойдут до этих уровней таргет стоит три восьмерочки они очень любят три восьмерки что на сэпе что на золоте и так достаточно по характеру торгов именно на золоте пока ничего нового постановим аккуратненько четверг пятница куда-то особенно четверг волатильна уходит и соответственно пятница висит как 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 заколдованная значит у нас получается продолжительный период можно сказать сентября очень боялись пройти 18 08 18 10 наконец-то не на этой неделе это сделали у них это получилось была одна сессия немножко вышивала выше по ликвидности чем обычно как раз она была потрачена это ликвидность на расширение за 1840 грубо говоря 18 37 уровень еще с 5 сентября тянется вот и собственно тренд уже идет в районе 1500 тиков 1400 как минимум грубо говоря снасти начали у 30 0 9 стартанули площадочка ушли площадочка ушли и пока но вот уровни поддержки которые вы видите непосредственно вот здесь я бы отметил сто процентов хороший диапазон ядра торговых видеть как бы не торговался торговый день там в каком диапазоне но ядро они оставляют именно вот про торговый в этом диапазоне чеки потом уходят с этого уровня естественно заманивают продавцов в сети тут как раз у нас плотный диапазон поддержки и резко возвращается обратно и тут же на этом коридоре начинают два дня снова и про торговый тидро то есть но все средневзвешенная позиция вот этого старта который мы сейчас наблюдаем она уже начинается начинается отчет вот с этого коридора поэтому возьмите его на заметочку в качестве поддержки то есть 18 до 0 18 18 9 очень очень мощный коридор средневзвешенные покупочки если учитывать потом у нас идет 18 14 18 19 это вот как раз уже пробитие пошло и вот этот уровень мы сейчас посмотрим вот дельте да да тоже как бы все тип-топ с все правильно да вот коридор 18 29 по 18 25 вот три даже две с половиной вот эти торговые сессии ядра их с дельтой на бай здесь итоговая видите какая дельта отпечаталась так как тут раньше торговали достаточно агрессивные продавцы суммарно вот дельта суммируется это это и вот здесь получается неправильным вот если вы выделяете уровни поддержки сопротивления глядя только на вот эту гистограмм q вы допускаете огромнейшие ошибки вот на этом можно очень сильно вжечься нас интересует конкретно вот эта текущая ситуация временной распад как бы вот этих сделок то есть и вот эти шарты которые были открыты они уже вполне могли выйти эти ребята а вот эти ребята зашли буквально вот-вот на этой недельке они еще могут быть в бою и с уровнями могут как бы сражаться защищать их 28 мая 4 но как саппорт возьмите если вы будут ниже ну принципе допустимо до этого уровня если тренд сохранится то они должны его не допустить как бы снижение ниже 1828 тут получается у нас и вот эта локация на поддержку и виду был и пиво уже к понедельку втореньку тут как раз будет то есть оттестили что-то там какие-то свои ракировочки сделали и следим уже теперь за 1860 вот баррель нефти если так и будет болтаться около 80 в принципе вполне шансы спрос немножко еще со стороны потребителя появляется к праздникам разные украшения разное там предложение руки и сердце и так далее в это все как раз в эти чудные магические дни происходит сказочные вот поэтому каких-то супер жестких сигналов на разворот золота в обратную сторону пока нет тут будьте аккуратны просто как какие рокировочки не буду делать для того чтобы дальше сохранить тренд ну и соответственно никому не дать как бы заработать то не очень любят в любом случае еще к этому добавлю что золото уже вышло из своего оптимального диапазона отклонения то есть они как раз пробили его они в общем на перегретом коридоре от покупок и вполне коррекция будет ну достаточно ожидаемым событием то есть вот здесь они ожидалось до чтобы к пойду на коррекцию на ней пробили соответственно затянули туда огромное количество байеров и соответственно могут сейчас коррекцию допустить до 1808 даже до 18 2 0 а тут огромнейшая площадка ядро как раз 18 до 0 по 1785 это ядро текущего контракта это было золото перед вами барометр американской экономики стрелочками выделил недели которые были прям такой хороший стабильный рост если посмотреть на эту динамику структуры объемных уровней очень неплохо объем расширили объем расширили ступени ядро расширили то есть ну классика это вот в объемном анализе хороший нормальный тренд то есть набрали объем дальше ну ступенчатый вот и у нас получается мы уперлись потолок исторический психологический экономический но в экономическом плане не могут сколько года печатать тем более не уже перестраховались и криптой обзавелись как бы на всякий случай так значит 47 2 0 будет ли сан пи выше либо мы здесь начинаем фиксироваться то что вам вначале еще обзора показывал что крупненькие ребята держатели акции уже потихоньку сбрасывают пакетики на всякий случай перед двадцать вторым годом на хаях это просто сам бог велел отличные бонусы то есть я думаю к любой из вас бы сделал точно так же потом у нас получается очень сильных объемов не имеется то есть прям таких аномальных как при на старте тенденции вот здесь было 47 дней к ряду вот выше двух полтора и выше миллиона оборотов тут просто один день был это полторушечка непосредственно вот это снижение до 46 36 30 46 40 еще до 26 ноября у нас получается следующей неделе 15 19 и вот уже 26 черная пятница вот неделя еще потенциально могут либо простоять в коридоре но потом эту неделю будут расти но так прям чтобы они жестко валились ну не должно такого быть пока не наблюдалось как как всегда статистику нарушает какой-то один случай поэтому надеюсь она всегда будет начеку и так по расширению обратить внимание что это неделя вот сейчас идет давайте часы ядра зафиксируйте ядро текущей неделе у нас сейчас переключится очень плотненько в районе 46 73 если быть точнее 3 шестерки это точнее просто некуда причем это не совпадение явно они там штурдировали и 46 80 этот коридорчик тут как выйти у торговой недели массив у 47 ядро сформировали за счет вторника среды и пятницы вот эти три дня и среда плюс плотный четверг у нас получается на самых и три основных массива но ядро и два уровня на поддержку получается 46 45 46 55 стрелочкой обозначен я включаю сейчас дельта режим то есть каждая неделя вот отсвечивают суммарно за неделю по ценам вы видите что здесь набор шортов либо сброс покупок ну скорее всего сброс покупок потому что открытый интерес на протяжении трех дней вторую половину недели он просто был вот мы взяли получается неделю 2309 2311 и уже 2300 то есть потеря позиции стало меньше и здесь как бы могли пофиксить потом уже пришли сюда соответственно твикстит шорты или не шорты а покупки среднесрочные я уже видимо устал единственная надежда вот этот диапазон плотный диапазон поддержки если взять его сейчас более точно выделю еще с прошлой недели вот весь коридор они как раз на расширение шли в целом как бы коридор достаточно такой широкий но пока удержали то есть если 12 число ну вот пятница это было прощание как бы с хаями то собственно вот этот массив это получается на среда вторник они тут остановятся и дальше по идее их 4680 не должны пустить если же сценарий защиты селлеров не срабатывает и инъекция потребительская действует на рост фондового рынка соответственно этот уровень если пробивает шортить точно будет опасно как только проходят 4696 то есть уходят за диапазон сопротивления шортить не рекомендую вот собственно и все вот не не массовый сброс позиции но такой аккуратненький как бы на хаях еще есть время до экспирации предостаточно и в 4622 уровень еще одной неплохой поддержки она такая небольшая но там есть на что говорится посмотреть так давайте сейчас вам ключом ой ну во первых суммарно за контракт здесь отличились ребятки 4620 4200 4600 и это все по большей степени за счет 3 ноября это дельта по трем ценам 40 58 70 43 23 46 65 тут 4 тонны то есть они коридор за 2 дня хорошенько укомплектовали с этого уровня ушли его даже чуть-чуть не дотянулись тестировали в общем уровень как бы с медалями боевой 4659 4565 тоже ликвидности это за счет этой сессии свежие кстати 4659 это вот этот четверг и что еще подталкивает на мысли о том что еще могут продолжить тенденцию на бай это то что вот дельта на бай есть и она возникает как раз там же где уже и была то есть она 4675 вот тут 4 тонны бросили тоже на хаях видите пошел рост и именно дельта на бай хорошо и проскакивает на хаях дня это под пьяница здесь также на хаях не боялись покупать то есть тут какие то прям crazy 4700 3400 полторы полторы 2400 имеется в общем поэтому поиск точки входа на шорт можно заканчивать если 4695 пробивают уходят выше соответственно точно на паузу стоит поставить в случае если не пройдут выше 4695 и будут уже возвращаться ниже 4686 тут уже можно тогда пощупать в поезд запрыгнуть но вот такие точки они очень коварные потому что много кто здесь прицеливается именно на шорт зайти на хаях контракта и выкидывают ловли падающих ножей все что угодно то есть заходите частями и зайдите сначала меньшей частью там чуть-чуть четверть контрактов которого там обычно открываете ли там 5 частью если все в тип топ уже прибыль идет с этой пятой части соответственно доливайте постепенно в определенных точках на загрузку вот это вот исторически то что видят все вот здесь как раз начинают работать социальные инженеры то есть где-то по будет заходить выходить ставить стопы ну это тяжелые уровни то есть там где все начинают активироваться вот это было сын пи так и напоследок ртс и рубль ну и плюс если вдруг вы пропустили это очень историческое событие объединение в трех странах ну пак безопасности а укус в бейте загуглите в поисковике почитайте в википедии хотя бы буквально вот несколько недель назад объединились защищаются обороняются против китая в общем тихоокеанский контроль вот так значит у нас сейчас идет ртс итак не ну не верят как бы сейчас трейдеры судя по всему продолжение роста плюс перед праздниками перед разными опасными моментами сбрасывают позиции это нормально и даже правильно хоть нефти болтается там за 80 долларов за баррель но в целом протопали они 4-5 недель неплохо с начала контрактов то есть динамика была стабильная и тут прям напрашивался сброс это уже была последняя неделя и пошли потихонечку сбрасывать открытый интерес пиковое значение по почти 400к то есть вот мы 350к еще вернулись это был пик на сам хай по объему также начал расти оборот особенно вот снижение мы пришли как раз 177 здесь начинается целый просто аванпост непосредственно поддержки с этого массива с этой недели мы как раз укомплектованные пошли на покупку получается у нас уровнем тут как бы даже несколько уровней но их можно объединить но так как они уже исторически вполне могли выйти из позиции эти участники рынка могут еще возобновить как бы свою активность вот эти три дня ну плюс те которые здесь попадают уровень объемный неплохой и вот здесь получается раз два три 4 пять пять попадают пять уровень тоже хорошее как бы его могут тестить сейчас я вернее даже не тестить вполне сделки могли уже эти быть закрыты но повторно 175 с половиной 174 почему бы не спасти ликвидность увеличивается динамика на шорт подпитывается объемом это хорошо для шортов а для покупок это не очень хорошо поэтому не ловите падающие ножи тем более уже в основную часть контракта отторговался индекс РТС нефть хоть и на хаяк находится но всему есть свой предел в общем то вот так вот плюс политически разное слева вы видите гистограмму опционных уровней вот такая карта у нас идет вот этот красавец 130 так 130 и там потом у нас еще идет вот такой уровень 180 150 далее мы сейчас вернем привычный нам объем ядро контракта у нас на хаяк находится 186 плюс-минус я бы выделил 184 с половиной по 187 с половиной значит все вот эти возможно уровни поддержки просто пролетели за счет вот этого дикого шорта обратите внимание какая здесь дельта 39 тонн то есть это в этом контракте первое в рейтинге под сбалансом до этого было 29 10 вот эта торговая сессия вот она ее это диапазон уже больше не продавили то есть больше выше цена уже не торговалась то есть вот эти торговые сессии все под прицелом была еще надежда на вот этот уровень но буквально чуть-чуть попадались и пробили уже вот пятницу итак сброс позиций открытый интерес упал идут на снижение буквально чуть-чуть здесь открыли и ну перед шортами соответственно и у нас по дельте давайте сейчас неделю посмотрим ядро осталось 185 грубо говоря 186 это вот текущая торговая неделя прошлая неделя плюс-минус в этом же коридоре была по сопротивлению тут мы сейчас посмотрим дельту так 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 у нас получается по индексу уже была 186 300 185 500 и на этой неделе у нас до угрузили 184 500 по 185 400 так так сейчас мы проверим уже для точности ну вот да 184 558 по вот эти все локации еще немножко добавили вот здесь можно взять на заметку ценник ушел еще ниже поэтому вот этот уровень до загрузки вот здесь 182 тоже можно взять в качестве сопротивления тестовая такая слабенькая но локация вполне может просто стать зеркальным уровнем опять же предсказуемая активности там могут себя участники рынка предсказуемо вести и могут просто вынести стопы и поэтому осторожнее с этим уровнем на шорт коррекция и попробовать затем на шорт спекулятивно небольшим контрактом почему бы нет хороший бонус под конец контракта может быть так что вот такие вот здесь активности рост ликвидности дельта тоже пиковая открытый интерес буквально чуть-чуть вернулся на исходы но в целом уже тут выходит ребята из этой тенденции правильно делают рубль рубль сетка уровней на рубль паров чуть-чуть контракт и соответственно рост ликвидности у нас с каждым последующим битком на север на что стоит обратить внимание значит стартовая точка у нас была 27 10 уже финишная такая набросали покупок в районе трех дней 27 20 10 коррекция этот уровень защитили пока его берем качестве уровня поддержки это можно объединить непосредственно 7 71380 по 7900 эти два массива потом у нас идет вот этот локейшн с 71 706 860 по 72 140 это непосредственно за счет вот этой локации но обратите внимание также еще на 72 740 то есть вот этот хай недели коррекция в понедельник если будет сильно байера защищать защищать можно попробовать спекулятивно пощупать там точки входа на бай значит повышенный объем вот в этой точке завершения расширения 4 и 3 оборотец по открытому интересу у нас по рублю уже начали потихонечку сбрасывать шарты естественно вот до 3 упали тут ниже 3 уже ушли и были даже 2 и 9 то есть тут рост идет без особого притока открытых позиций буквально 30 тысяч там скачок произошел 2947 по 2970 ну все-таки какой-то приток есть я не заметил просто по цифре мне я сначала посмотрел и думал 77 и там и там 77 то есть ну 79 а там оказывается 40 тысяч ну куда не шло в любом случае неделя закрости на хаях и обратите внимание к дельта здесь именно в единственный день который был с третьим позицией ну с перевестом позиции и самый топовый по объему за весь контракт вот такая вот дельта 349 к процентном эквиваленте это 6 процентов я прошу заметить что здесь до двух процентов если добирается перевес это хорошо 1203 видите то есть 4 это вот точка на хаях ну не на хаях но перед под этим снижением 4 процентов перевес так вот эта точка была перед снижением 5 и 6 процентов вот здесь 6 перед стартом вот здесь 5 процентов вот здесь 8 вот 8 и 6 на шорт и 8 и 1 на бай сразу же на шорт естественно перевес больше получился а вот так что за 2 процента если перевес по дисбалансу есть это очень очень хорошо 3 7 полтора и 6 3 дня подряд дельта на стороне байера по количественному значению разное но процентное соотношение удерживается первая площадка и вот здесь непосредственно в довисок уровень сопротивления отмечен это еще старый уровень и тут как бы начиналась вот эта вся динамика до 70 уровнем по пробитию до этого диапазона будет понятно что с нефтяночкой вот и как себя поведет ртс в целом вот так вот сейчас мы заглянем еще на споте и так на спорте у нас тоже повышенный интерес текущей ситуации по уровням сейчас я кое-что отключу да вот мы отключим сейчас так значит текущей неделе как мы видим с вами хотя бы два с половиной превысили по обороту и был торговый день рекордный за это время 5 с копейками миллионов обороте давно мы уже такое наблюдали да это еще было весной будете какие были штормовые волатильные сессии недели в общем давно не было под 5 миллионов оборота и и прошлая неделя была тоже достаточно ликвидной давайте посмотрим что там у нас по уровням это 7025 по 77 вот здесь три дня сформировали ядром трехблочная модель на покупку и пошло решение зеркальный уровень оттестили по дельте должно в принципе да все сходится то есть вот это последние шерты раз два три и потом без остановки одни покупки кроме вот этой сессии 5 11 это была пятница вполне после этого роста зафиксились это вполне ожидаемо без остановки и только увеличивается дисбаланс поэтому уровень вот это сопротивление которое отмечено на фиче вполне могут пройти спокойно посмотрим по уровням относительно внутридневных вот площадка которую даже ее могут уже удерживать с понедельника и не пускать цену ниже 72,2 72,6 это вот то что я говорил ядро одно дельта массивного бая второе соответственно и вот это тоже очень вкусненький диапазон поддержки на сегодня все спасибо что посмотрели с вами был Миша Лемов всего на лучшего профитов тренда попутного и жду вас на следующем обзоре всего на лучшего до свидания пока до свидания до свидания